Привет всем, друзья! Вот у меня ребята ездили на рыбалку, ловить на фидер, ноль. Вторые друзья ездили тоже на рыбалку, ловить на фидер и тоже ноль. Вроде бы и погода хорошая, то есть давление не прыгать, не скачет, ветер нормальный, вода не мутная, не свечёт так сильно, то есть зелёнки и вся коляса не тащит, но ноль. И чем это вызвано? В этом видео, друзья, я поделюсь с вами, если вы попали в такую ситуацию, чем это всё дело вызвано и куда уплыла вся рыба, то есть где она находится. Мы раньше попадали в такого рода ситуацию, а именно, когда днём стояла неимоверная жара, мы раньше ещё с ребятами прикалывались в луках в пустыне Сахара, а ночью без костра не обойтись. В Сахаре, друзья, такая же аналогичная ситуация, когда днём пекло, а ночью можно дуб отдать без костра. Ещё прикалывались с ребятами частенько, зимой в 30 градусов на зимние рыбалки не замерзали, тут летом замёрзли. Вот. И этим, друзья, как раз всё это и вызвано. А именно, если взять температуру в тени днём, допустим, она 30 градусов, в тени в час дня, в тени 30 градусов, а утром, в час утра, она составляет 10 и менее градусов. Это и есть тот самый перепад вот этих температур за 12 часов. Что происходит? То есть, почему такое происходит там? Благодаря тому, что днём очень жарко, а ночью бывает прохладно, вода то нагревается, то остушается. И в этих ситуациях, когда такое происходит, рыба, вся фактически придуманная рыба, уходит на фарбатор. Потому что там есть течение, есть глубина, и температура самой воды фактически остаётся неизменной. То есть, она если и меняется там на 1, 2, может быть, 3 градуса, то эта рыба не так сильно чувствует. Не забывайте, что рыба питается по температуре. То есть, она хладнокровная. Вот. И температура самой воды на клёв рыбы очень сильно, друзья, играет большую роль. И когда вот такого рода происходят перепады за 12 часов, то есть, температура фактически падает чуть не в 3-4, а бывало ли на рыбалке, когда падало, и в 5 раз. То есть, днём, сейчас дня, в тени, в тени, не на солнышке, в тени. 30 градусов, а ночью, допустим, бывало 5 градусов всего тепла. Там без костра или без бушлата не обойтись, дуба даже. И в этих ситуациях рыба, ребята, вся уходит на фарбатор. Ну, на фарбаторе, опять же, у нас, ребята, реки разные. Было так, что до фарбатора с берега просто тупо не достать её. Допустим, там 150-200 метров, то есть, с берега, фактически, ничем не закинуть. Как бы вы сильно не размахивались, на 200 метров вам туда не закинуть. Понадобится, естественно, лодка. И вся придуя на рыба, при таких, как говорится, климатических условиях, она именно уходит на сам фарбатор и там держится. Там есть всё. Как говорится, и речь, и плотва, и уклейка. Оптимальная температура, когда всё это дело подналадится, будет примерно следующей. Я говорю, рассказываю вам теперь, друзья, из собственного опыта, из старых, как говорится, своей рыбацкой жизни. Например, когда днём в тени, допустим, 30 градусов, а ночью, допустим, час дня в тени 30 градусов, а ночью в час утра температура составляет порядком от 15 до 20 градусов. То есть, там можно спокойно сидеть в футболке, без всяких костров и не замёрзнешь. Как только вот это всё дело немножечко поднормализуется, то есть, расхождение температуры будет небольшое, то есть, всего хотя бы в два раза, да? Тогда температура самой воды, которая находится до фарватера, она не будет так сильно меняться. То есть, она то нагревается, то быстро растужит. И рыба это чувствует. Поэтому она уходит вся на фарватер, где температура воды фактически неизменна. И там и находится. Но достать её, конечно, друзья, можно только с лоски. Вот, поэтому, мои друзья, я им всем об этом рассказывал, когда они меня спрашивали, Димон, а ты не знаешь, почему, как говорится, я, ребята, я знаю причину, почему я сейчас и не лезу, как говорится, допустим, наловить на дону на снасти, потому что до фарватера мне реально не докинули. Там 150, если 160 метров на сухане, на двине и того больше фарватер, там чуть не 200 метров. Такая, друзья, информация. Если бы попали в ту ситуацию, когда вроде бы и вода светлая, нормально, и насадок у вас огромное количество, и прикормки рабочие, и давление не скачет, и ветра, всё нормально, а рыба не кроется, вы не знаете, почему. Ответ очень простой. И там, когда вот это всё дело по названиям температура немножко как подстабилизируется, то есть перепад будет не такой большой, хотя бы в два раза, то есть днём, в час дня, допустим, 30, а ночью хотя бы пусть будет градусов 15. Тогда рыба подойдёт, как говорится, поближе, выйдет из фарватера и будет находиться, так сказать, в береговой зоне, где вы спокойно можете, допустим, на фидер закинуть на расстояние 40, 50, 60, или там 70 метров, и всё это дело будет клевать. Не забывайте, друзья, что рыба, она питается также по температуре воды, и температура, друзья, воды на всю рыбу действует. Всем удачи, всем пока. С вами был я, Дима.